Музыка Это 20-й по счёту мешок с мусором. И это при том, что волонтёры убираются в квартире уже целую неделю. За это время удалось отмыть ванну, туалет и кухню. Впереди самая сложная – комната. Всю мебель, занавески и даже обои придётся выбросить. Иначе с насекомыми не справятся. Девочки, давайте все игрушки мы выбросим, потому что клопок очень тяжело вытянут. В углу на диване сидит мужчина, хозяин квартиры. Год назад потерял зрение, с тех пор он не выходил на улицу. И давно умерла сестра. Десятилетнего племянника отправили в детский дом. Так Юрий остался совсем один. А в этом мальчике на пожелтевшем от времени снимке уже сложно узнать не пожилого ещё мужчину с потухшим взглядом. Сколько вам лет? 46. Как вообще проходит ваш день? Сижу, слушаю радио и всё. Потому что так я сам фактически ничего делать не могу. Нет, конечно, делаю что-то по мелочи. Какой-то мелкий мусор собрать, что-то ещё. Бывали моменты, когда я действительно два-три дня сидел совсем один. Но хорошо, что хоть что-то вижу. Сам готовил. Иногда буквально жил на булке с хлебом. Это правда, что вы уже сколько, 7 или 6 лет едите только макароны? Да уже будешь, наверное, лет 10. Какое самое яркое воспоминание у вас положительное, может, из молодости, из детства? На самом деле, когда у меня была полная семья. Когда мы с родинами, когда я сестра и родители ездили куда-нибудь за город или просто по городу гуляли. Сам за помощью он не обращался. Волонтёром позвонила давняя знакомая. Так здесь появилась команда Елизаветы Романовой. Эта эффектная блондинка организовала волонтёрское движение. Вот она на курорте, в бокаловом винда и на светском рауте. Сегодня всё та же девушка на кухне захламлённой квартиры. Моет посуду и убивает рукой тараканов. А вот таракашка. Его надо уфинствовать. Ни грязи, ни клопов она не боится. Есть только одно условие. Человек, которому нужна помощь, не должен употреблять алкоголь. Вы такая красивая. Вы, я не знаю, ну вот не вписывайтесь в этот антураж. Я сама из небогатой семьи. Жила в Хрущёвке, но без насекомых. Поэтому всё, что нас не губит, делает нас сильнее. Я испытываю только приятные эмоции, наверное, когда вижу результат. Но это, наверное, я делаю всё для того, что когда наступит судный день, и все мы станем перед Господом Богом, и спросят, а что вы сделали? Вы просто так прожили жизнь или кому-то помогли? Вот мне не будет стыдно за мои результаты. Недавно был день полиции, и мои родители, они проработали всю жизнь в этой структуре. И поэтому я в детстве видела много картин страшнее, чем сейчас в работе. То есть вас ничего не пугает? Меня очень сложно чем-то испугать. Волонтёры купят новый диван в квартиру, поклеят обои и помогут Юре оформить инвалидность. А значит, он сможет получать пенсию. Это шанс на новую жизнь, которым нужно только воспользоваться. Их путают с обычными курьерами. Они к этому привыкли и даже рады лишний раз рассказать о своей миссии. Волонтёры действительно разносят еду, только делают это абсолютно бесплатно. Погода вообще, что называется, не месяц мая. Вы вообще в любую выходите? Будете и в снегопад, и в дождь? Абсолютно так и есть. Помимо того, что мы, так сказать, дарим вкусные обеды людям, особенности ветеранам, мы для них дарим ещё такой момент общения, улыбки, внимания. Готовые обеды изначально стали развозить нуждающимся людям во время пандемии в Москве. Три месяца назад благотворительный проект запустили и в Петербурге, в Невском районе. Людмила Сергеевна, здравствуйте. Это продлевает каждый день жизни. Людмила Сергеевна 86 про себя говорит одиноко, но не одна. С тех пор, как к ней приходят девочки, так ласково она их называет, у неё появился повод подвести помаду и губы, надеть красивый шарф. Да и сложно передвигаться по квартире. Готовить обеды она уже не может. На обед сегодня у вас будет сырный супчик. Ой, это по-французски. Да. Это салатик, витамины, курочка. Это очень помогает. И причём обеды готовят, чувствуется, что с душой. И даже оформление, вот тут недавно котлетка там с яичком как-то красиво сделана. Волонтёры идут по маршрутам два раза в неделю, по 25 адресов в день. Сложно сказать, кому это больше нужно. Тем, кто получает эту помощь или тем, кто отдаёт. Скорее всего, так. Всё это взаимно и от чистого сердца. До, ре, ми, фа, соль. Играем только по белым клавишам. Вольное время не делай. Переставим. Переставим. Уехали, молодцы. Центр социального обслуживания населения Центрального района – это официально, а неофициально место, где можно найти поддержку, учиться чему-то новому и просто начать новую жизнь, даже если тебе немного за 60. Маргарита Георгиевна тяжело болела. Справившись со своим недугом, решила, надо наверстывать упущенное. Хотела научиться играть на рояле, петь и писать на тюрморты. Всё это она нашла здесь. Каждый день был у меня последним и единственным. Поэтому я ничего не оставляла на потом. Что вы ещё приобрели за это время? Себя опознала. И что, и какая вы? Изнутри я очень красивая. Я иногда смотрю в зеркало и так удивляюсь. Кто это? Какое-то лицо знакомое. Какая-то бабушка, приятная бабушка. Думаю, это же я. Как странно. Если хорошо присмотреться, то, по сути, это всё те же дети, с одной лишь поправкой. Когда они хорошо выполнили задание, преподаватель хвалит и обращается к ним по имени-отчеству. Отлично, Жанна Дмитриевна. Молодец. Случайных людей здесь нет. Большинство преподавателей и социальных работников не один десяток лет в профессии. Общий стаж уже общий. 51 год. 51 год. С людьми. С людьми. А как вам удалось вот этого выгорания избежать? Вы знаете, я даже не заметила. Я даже не могу сказать. Честно. Я горжусь, что я приношу пользу людям. Навестить больного, одинокого человека, убраться у него в квартире, приготовить обед, обучить компьютерной грамотности – это всё очень простые вещи. С одной стороны, но именно так и выглядит добро. Его никакими деньгами не измерить, как нет цены ожиданию долгожданной встречи. Этому взгляду, в конце концов, и улыбки. Наталья Бандурина. Пульс. Города. Пульс. Города. Пульс. Города.